Субтитры делал DimaTorzok Для того, чтобы его пройти, вам нужен вот такой фургон, который, ну, я показал, где его можно достать. И также не помещает, вот лично мой совет, найти вот такое место, где два дома находятся поблизости друг к другу, и можно будет их как бы менять, чередовать. То есть мы заходим сначала в один, успеваем добежать до двери, даже несмотря на то, что нам дают 10 секунд, ну, пока нас не застукают копы. Вот, это ничего страшного, то есть 10 секунд вполне достаточно, мы вот так быстренько добегаем, выходим. И, конечно же, в одном доме уже закончатся предметы, когда мы их все вынесем. И поэтому мы сразу заходим в другой дом, и тогда в первом, где мы уже все обчистили, там опять все появляется. Поэтому вот по такой простой схеме мы можем найти всего лишь одно какое-нибудь подходящее место и всю ночь проработать на нем. И даже, по сути, не важно, если вас заметят. Хотя иногда, конечно, можно случайно попасть в дом, где проживают участники какой-либо группировки, даже наши, и они все равно будут нас стрелять. Ну, ясен пень, если мы вломились в дом, какая уже разница, свои это или чужие, мы же вломились, чтобы украсть. Соответственно, и для них все понятно, надо защищать свое имущество. Вот, как видите, у нас идет обратный отсчет до рассвета. Это до 6.00, а сама миссия может начаться в 8 часов вечера, то есть с 8 часов до 6 утра. Ну, с 8 вечера до 6 утра. Идет период, за который можно проходить эту миссию. Вот, и когда это время закончится, дома уже будут закрыты, мы уже не сможем в них попасть. И нам останется только поехать на Севильский бульвар, и там стоят гаражи, куда надо отвозить этот фургон. Ну, собственно, это, как сказать, уже миссия после... Ну, проходится после того, как мы прошли миссию... Я даже не помню, как она называется. Кража со взломом, кажется. Вот. Там, где мы с райдером грабим полковника. И крадем у него там оружие, кажется, ящики с оружием. Вот. После этой миссии, это что-то вроде такой небольшой инструкции, потому что там нам показывают, как это делать. Также напяливают вот эту идиотскую маску. Вот. Фургон показывают. Ну, и как бы мы сам принцип этой миссии понимаем. И поэтому здесь нам уже проще объяснять ничего и не надо. Вот. Заработок сейчас у нас ноль. Но это потому, что мы пока не отводили ничего в гараж. Вот мы когда закончим, то отвезем это все в гараж. Именно в тот гараж, который мы и привозили с райдером. И там уже нам дадут деньги. Конечно, чем больше мы вынесем предметов, тем больше денег мы получим в конце миссии. Так что в плане заработка это на самом деле неплохая миссия. Не то, что там таксист или медик, за который дают не так на самом деле много. Да и трудиться надо, в принципе, больше. Хотя насчет таксиста не знаю. Там проходить достаточно легко. Но деньги действительно небольшие. Если вы не уложите в 10 секунд и, соответственно, вас застукают, можно сказать, копы, то вы получите 3 звезды преступности и на выходе из дома вас уже будут ждать парни с дробовиками, пистолетами и так далее. И, конечно же, скрыться вам не дадут. И вещи вы отнести не сможете, то есть задать в гараж, потому что у вас, естественно, копы, они следят за вами. И вам надо будет сбросить эти звезды, то есть надо будет или кататься и искать звезды преступности, которые разбросаны, чтобы сбрасывались, которые у вас есть. Или же вам надо будет перекраситься. Ну, в общем, что-нибудь такое. В любом случае это будет, в общем, очень неудобно. Так, 3, 4, 3, 2, 1. Успел. Я уже думал, сейчас получу 3 звезды. У меня еще 2,5 минуты. Это вполне достаточно, чтобы награбить больше. Вот. И я думаю, что получу достаточно много. Порядка 30 тысяч, наверное. А в среднем вообще, вот как игроки грабят, 15-20 тысяч вот так вот. Хотя я насчет себя 30 сейчас не могу сказать. Хотя, помню, я вот грабил на... Ну, где-то под 40 я один раз награбил. Ну, это не предел, конечно, я не старался на пределе. Но вот, говорю, сколько я помню. Вот. Ищите, конечно же, места, которые находятся не так далеко от Севильского бульвара. Ну, где-нибудь вот. Не надо уезжать в какие-нибудь отдаленные районы и пытаться там проходить эту миссию. Это все же не очень круто. Хотя, конечно, если у вас большинство подходящих мест будет закрыто, вот все эти копы проезжают, ему вообще пофиг. Нет звезд преступности. Все, давай, чувак, гуляй. Даже если я вижу, что ты из чужой квартиры, с телевизором в руках, с маской, и еще и ниггер, тут вообще все понятно. Не, я, конечно, не расист, но... Ну, американцы бы, наверное, поняли. Вот, смотрите. Не, вот, смотрите, а. Развините, я... Сбил ваш телевизор. Да не, ничего, мне тут совсем чуть-чуть. Это, да, даже можно и не мой телевизор сказать. Все в порядке. И идем за следующим. Кстати, вот здесь какой-то маленький нищенский телевизор. И смотрите... А, нет, не показалось, там другая проститутка гуляет. Необычная проститутка. Как всегда. Вот, наверное, сейчас опять приедет мотоциклист. Мотоциклист. Нет. Не удалось мне его вызвать. Так, у меня всего 20 секунд. Я могу еще пару вещичек украсть. У меня осталось всего 8, 7, 6, 5, 4, 3... Да не, я успею. Вот, последний телевизор. Опять этот мотоцикл лез, только уже в другую сторону. Вот и все. И нам дается теперь время, 5 минут, на то, чтобы доехать до Сибирского бульвара, в гараж. Ну, это уже проблем никаких не должно вызывать. Сами понимаете, просто доезжаем, ставим в гараж и все, и получаем денежки. Ну, собственно, и вся миссия. Если я не ошибаюсь, то после того, как мы ее пройдем, то СиДжей сможет бесконечно бегать, то есть именно быстрый бег. Только в том случае, если вы не будете долбить по пробелу, а вот просто вы зажмете, и все. Тут такой бег должен быть бесконечный. Сколько мы получаем? Мы получаем всего 15-600. Ну, лично для меня это не так много. Еще потому, что я когда-то на 30 накроу. Или даже больше. Но, все равно, миссию вора я таким образом прохожу. С вами был Александр Полянцев, клуб игроков GTA San Andreas. До встречи в следующей миссии. С вами был Игорь Негода.